Эй, всем привет, меня зовут Надежда, и вы на моём YouTube-канале Стардаст Гиксис. Мы продолжаем прохождение клуба романтики у нас, легенда и её шестая серия. Моя предстоит испытание. То есть до этого всё было, ну так, норм. Ни разу не испытание. Понятно. Глава 6. Чёрная утка. Ночная тишина. Лишь за картиной на стене звенит сверчок. Вопрос Занины заставил Мэй сдрогнуть. Не успев обдумать услышанной, прийти к каким-то выводам, девушка вновь прокрутила в голове. Сюгун, чьи воины грабят деревни, поднимают налог для борьбы с бандитами, обрекая часть жителей на голод. До этого он же ищет самураев, уничтоживших Хао Кавара, и связанных с Сони. Главнокомандующий армией Нойрё не может не знать ни о том, ни о другом. Господин Масамны был нужен Сюгуну, чтобы замести следы, уничтожить исполнителей. Почему? Через время. Потому что сразу это вызвало бы больше шума, привлекло внимание. Сюгун, бесчинствующий в прошлом или сейчас самурая? Они? Она добавила еще одно звено в цепочку. Привратник. Кельсона кивнула. Заговор, да, понимаю. Вдруг все не так плохо. Рано говорить, что Сюгун поддерживает злобных юкаев, явившись прямиком изнараки. Но поступки его самураев по вкусу Они и Реки. Если я правильно поняла ваши рассказы об этих существах. Мэй ответила твердо. Я по-прежнему хочу отыскать привратника. Пока жив он, а кота на меня продолжится. Жертв будет становиться все больше. А ты, Масамны? Такао повернулся к Ронину. Готов, если потребуется выступить против воли Сюгуна. Девушка не могла представить чувства рая. Его господин служил главному воину империи. За эту мысль зацепилась другая. Не потому ли Такао позвал Масамны сюда, в деревню? Если Ронни сочтет дальнейшее участие с оскорблением памяти Мокити и Кена, то посчитает своим долгом помешать. Тогда ниндзи его убьют. Внешний воин никаких сомнений и переживаний не проявил. Если таковые у него вообще были. Любой, кто связался с Они, а тем более Рейки, либо совершает большую ошибку, либо очернил свою душу так, что не отмыть. В первом случае полагается попробовать помочь, открыть глаза на правду. Во втором тоже, благороднее вмешаться и избавить от него мир. Я не отказываюсь от высказанных ранее намерений. Дианин перевел взгляд на Казу. Между ними словно произошел короткий и безмолвный диалог. Затем Такао произнес. Поговорим. Вставай, обратился к остальным. Давайте сделаем небольшой перерыв. Оба синопия покинули зал. Хонг и Сатоши переглянулись первым. Радушно поинтересовался. Возможно, кто-то хочет перекусить? Нет, благодарю. Мэй также отказалась, если не хотелось вовсе. Не покидала ощущение, будто что-то ускользает от нее. Они не удивлены. Знают, о чем говорят Такао и Казу. В чем дело? Тень мыслей, не давая себя поймать, мелькала, кружилась на грани осознания. Вспоминая весь разговор, Кисанэ постаралась расслабиться, поддаться свободному течению образов и обрывков фраз, улуждающий взгляд изучая уткнулся в деревянный пол. Она дернула, скольнувшая догадкой заставила все в ныне похолодеть. Нет! Девушка поднялась. Мэй? Прошу прощения, я сейчас. Вот ты, может, и догадалась, но я как бы... Че-то вообще ни хрена, я не понимаю. Прислушавшись, Кисанэ быстро направилась в коридор, где скрылись Денина и Казу, и за двери на улице донесся голос колдуна. Нравится. Однако, можем избавиться. Тем более, выгоды неизвестны, а виски высокие. Давая знать о себе, Мэйкашнула, шагнула, выходя на балкон. На огораживающих его перилах спиной к пропасти, не держась, сидела Казу. Рядом, облокотившись на те же перила, разглядывал бездну Такао. Кстати, очень красиво. Она всмотрелась в лицо Синоби, который, истекая крови, не бросил ее, принес, потерявшую сознание, к лекарю, показал свой дом и стал тем, о ком она так часто думает. Всмотрелась внимательно, словно впервые. Но не осталось у него ночевать в прошлой серии. Хватаясь за призрачную надежду, на ошибку Мэй попросила. Казу, скажи, что это все не так. Спокойный, но будто бы немного уставший тон. Что это не так? Скажи, что Агавара погибла не восемнадцать лет назад. Глава клана искоса глянул на Мэй. Губы Дзюнина искривились в злобном подобии одобрительной улыбки. Скажи, что я ошибаюсь. Эта женщина, которую пожалели крестьяне, не выдав ее и ребенка в погоне. Голос на миг оборвался. Не была Китсуне, не была моей матерью. Казу, скажи. Он молчал. Быстро сообразила. Смогла подставить деталь. Я, кстати, тоже об этом подумала. По-моему, я в прошлой серии это высказала. Но потом засомневалась. Я подумала потом, что это мать Катза была почему-то. Второй Нинзи кинул. Мэй поднесла дрожащую руку к немеющим губам. Я не знаю, кем она была. Но ты права. Деревня не стала тогда. Не может быть. Их всех убили, потому что мы оказались там. Сознание сопротивлялось, оказывалось принять это. Мэй смотрела то на одного синоби, то на другого. Будто ожидая, что те опровернут, разубедят, объясняют, что она все не так поняла. Но мужчины этого не делали. Как он это пережил? Ведь сам был ребенком. Что он тогда увидел? И мы столкнулись через столько лет. Катзу, прости. Ну, видимо, реально надо просить прощения, потому что, видимо, реально из-за Мэй, собственно, из-за нас, вырубили всю деревню. Душа рвала на части. Девушка хотела опустить голову, но не решала, считая себя не вправе избегать его глаз. За что они, ведьма? В широких рукавах Мэй нервно жала пальцы, царапая ногтями кожу. Слова подхватывал ледяной ветер. Прости за то, что я жива, а двои родные нет. Если бы я могла, то умерла бы тогда вместо них. Моя жизнь не стоит стольких смертей. Бровь колдуна удивленно изогнулась, выражение лица стало мягче. Выбор повлиял на отношения с Такао и Катзу. Такао, сейчас подойдем. Колдун поднял друга, вновь обретя дружелюбную улыбку, вернулся в дом. Как только дверь за ним закрылась, Синоби спрыгнул, оказавшись прямо перед девушкой. Порывистый притянул к себе, обнял, жадно поцеловал. Мэй замерла, совершенно растерявшись от поступка. Хорошо, что жива. Выкинет ей мысли, ты ни в чем не виновата. Но забудь, сказал. Он злится. Она поклонилась, потом спросила. Ты, вы с Такао сразу обо всем догадались? После рассказа Мусамуне. Он сомневается, да? С тобой посоветоваться хотел? Синоби утвердительно прикрыл веки. Надо идти, нас ждут. На пороге Мэй обернулась. Катзу, раз вы сопоставили так скоро, вдруг предположили, почему Китсуне убегал в людском теле? Лисой охотиться надо. Превращаться каждый раз в человека, чтобы запастись едой, нужны силы, которые могут пригодиться для другого. Да, охота время отнимает, за ней гнались. Ну, понятно, да. Входя, Катза сказал, никому конкретно не обращаясь. Надо войти в его круг. М? Сёгуна, собрать сведения, установить, какое имеет отношение к привратнику Ионе. Если берёмся, то да. Возясь с мелкими ниточками, потеряем кучу сил. Какие-то оборвутся, какие-то окажутся пустыми. Рядом с Сёгуном точно найдётся что-нибудь интересное. Все ждали слов главы клана. Ты подпишешь контракт, Мэй. Он ничего не сказал о цене. Странно, что он затеял. Мы придумаем, как получить соглядатая в ближайшем окружении Сёгуна. Это займёт время. Необходимо будет дождаться удобного момента, подготовить всё. Он бросил взгляд на Сатоши, тот пожал плечами. Там всех перепроверяют. Год-два вкручиваться. Охренеть! Быстрее не решим. Понадобится легенда, подтверждённая карьерой. Например, чиновника. Война внедрять. Человека из ниоткуда к нему не подпустят. Общество должно знать эту личность, видеть. А если по-другому купить кого-то, кто уже там? Слишком высок шанс предательства. Сатоша потер бровь. Я знаю, как это сделать. Мэй обратил внимание, как тело, словно гордясь, им улыбнулся Хонг. Весна. Праздник красоты. В столицу приезжают золотые девушки со всей империи. Некоторые из удалённых замков. Проверить их историю очень сложно. Однако мы перестрахуемся. Без проблем. Заплатим какому-нибудь спившемуся самураю из-за халуси. И тот подпишет документы, подтверждающие наличие закона и дочери. Высшие знать всегда присутствуют на празднике. Самых заметных на торжестве девушек приглашают к себе. Служанками, компанией, дочерям или жене, наложницами. Кому как повезёт. А Сюгун жена? Нет. Молодец, Сатоши. Самурай в сопровождении добавит убедительности. А рай наметил поклон, соглашаясь. Потребуется тот, кто умеет незаметно слушать, и в случае необходимости останется прикрыть отход, не заговорив у палача. Утрясли. Мусамуне, Казу и Азуми отправятся в столицу. Азуми? Познакомитесь чуть позже. А я? Такая улыбнулась. Я думала, это я поеду. Разве ты с ней не знакома? Да, прости, я спросила о другом. Что делать мне? Ждать, практиковаться в магии. Она поклонилась, принимая решение главы клана. Неожиданно вмешался Хонг. Мэй подошла бы лучше, чем Азуми. Хонг, Мэй гейша. Хочешь сказать, она лучше справится, чем Азуми? Ты шусьешь? Азуми идеально подходит. Девушка-ниндзя Куноити. Ее с детства готовили. Синоби пояснил. Столица потребуется не та, которую сутками бежать по лесу, драться и готовить яды учили. Там не этим придется заниматься. Способность поддержать светскую беседу, уверенно чувствовать себя высшим обществом, знание церемоний, изысканные манеры. Вот что пригодится, чтобы оказаться рядом с ульгуном. Вот я так и подумала. Мэй сглотнула, произнесла на выдохе. Я готова. Надо признать, Мэй называют одной из лучших учениц кинуё. Ее безупречный дебютный танец вспоминают до сих пор, несмотря на все разговоры про превращение в лесу и прочее. Зионин посмотрел на девушку. Сделанный ранний выбор влиял на отношение к такао. Какой выбор? Вот как замечательно. Ожидания жителей столицы высоки, особенно в том обществе, где бывает цюгун. Отправлять посредственную гейшу было бы ошибкой. Так или иначе, может возникнуть ситуация, когда придется быстро убегать или тихо пройти в чей-нибудь кабинет, посмотреть бумаги. Порой необходимо действовать решительно. Понимаешь? Ну, конечно, такао. Не понимаю, на что уйду. Голова Глана с сомнением покачал головой. Масумене делится со мной знаниями о оне и реке. Я своего магию и смогу еще чему-то научиться. Ага, чему? Необходимому тому, что умеет Азуми и чего не хватает мне. На подготовку ниндзя уходят годы. Она поклонилась, не смело улыбнувшись. Но вам же и не нужны все навыки, ниндзя. Она серьезна? Я способна. Идешь до конца, Мэй? Делаю, что должно. Ну, блин, это ей выгодно. Казу едва заметно ухмыльнулся. Масумене смотрел на нее с уважением. Хонг, Сатоши задорно рассмеялись. И, видимо, упрямы. У нее точно есть шанс. Такао ненадолго задумался, затем произнес. Завтра я тебя проверю. Поручу вам с Азуми небольшое задание. Обойдешь ее, поверю, что есть смысл пытаться тебя готовить. Если не справишься или справишься, но я не буду удовлетворен результатами, останешься здесь. Значит, клан берется за контракт? Да. Мэй незаметно... Блин, ну опять с Азуми? Опять... Ну хрена она мне нужна? Не нравится она мне? Мэй незаметно вздохнула, чувствуя облегчение. Еще до конца не веря, что обрела хоть какую-то определенность и почту под ногами. Азуми не Араев будет гостем моего клана. Благодарю, я не нарушу законов гостеприимства. Ронин добавил к установленной формуле. Не выдам места, в котором меня приняли. Зианин поднялся. Все детали обсудим позже, после твоего испытания. Мэй вдохнула морозный воздух, глядя в небо. Лица коснула снежинка. Такао согласен. Согласен. Прошли мимо Хонг и Сатоши. Взглянули на нее, но ничего не сказали. Зачем вызвалась? Способная? Или способная? Я правда считаю, что буду полезнее. Кадзу кивнул, принимая объяснение. Просьбу выполнишь? Конечно. Выживи. Ты тоже обязательно. Идем, провожу. Блин, Кадзу ты такой милый, у меня не могу прям. Мэй не представляла, каким может быть задание Дзюнина. Предположить можно было что угодно. Надо будет бегать, колдовать. Первое я почти не умею, второе она совсем. На следующий день еще до первых лучей солнца появился Хонг. Ты и Азаме отправьтесь со мной. Такао велел мне проследить за всем. Объясню, когда будем на месте. Ухитряясь, не зеваясь и сражаясь со вслепающимися глазами, она уточнила. Прямо сейчас? Да, собирайся. Снова был долгий переход с завязанными глазами. Передвигаться с Хонгом получалось сложнее. Мэй постоянно спотыкалась, сбила совет и поскальзывалась. Когда, наконец, темную ткань сняли, она узнала лес. Мы по пути к той пещере? Да, идемте. Еще далеко. За все время Азаме ни разу не обратилась к Китсуне, вообще не смотрела на нее, будто не замечая присутствия. Хонг, что я должна сделать? Позже расскажу, надо успеть до ночи. Холодно. Синоби развел огонь в очаге. Мэй, помнишь деревню, где Кадзо и Сатоши остальные лошадей, когда вы добирались сюда? Да. Помнишь дорогу к ней? Она задумалась. Да. Что, в деревне? Черная утка. Я буду ждать, пока одна из вас не принесет ее сюда. Какая еще утка? Черная. То есть ее нужно украсть? Да. Поверь, хозяин не расстроится, он получит хорошую оплату. Китсуне покосилась на Азамике, но Эти выглядела бодрой. Надеюсь, это только внешне. Мы шли весь день, и она тоже должна была устать. Сделать нужно без лишнего шума, без трупов, само собой. Он указал на сундук. Было бы сейчас удобно превратиться в лисичку и шагать туда. Переоденьтесь. И вышел. Азуми достала небольшую сумку, скрываясь в соседней комнате. А Мэй тоже заглянул в сундук, извлекая несколько темных нарядов. О, наряд Синоби. Ай, тоже. Вот этот мне нравится, с зелененьким. Я все выбираю с зелененьким. Давайте вот этот выберем. Хотя пора, наверное, заканчивать в этой истории выбирать платные наряды. А то у меня скоро не останется алмазов на выборы. А у нас еще скоро, по-моему, по-моему, я не помню. За 100 с чем-то алмазом интим с, сами знаете, кем. Поэтому теперь маска. Поэтому надо как-то это... Давайте черная она сюда вроде подходит. Ну, по-моему. Ниндзя кинул ее взглядом. Не попадись. Заблудишься и ориентируйся на ту гору. Ее видно почти отовсюду. Благодарю. Лес опасный. Надо спешить. Опускаются сумерки. Азуми уже нет. Она, небось, уже и обратно идет. Когда Китсуна добралась в нужное место, в небе взошла луна. Мэй пригляделась к опустевшим деревянским улицам дворам. Черные утки редкость, зато приметные, не перепутаешь. Где-то поискать, каждый сарай проверять. Так, а он непроста выбрался. Они здесь только у кого-то одного. Или черная вовсе одна, ведь держит в основном кур. Она скверно разбиралась в разведении домашней птицы, но помнила, на городских рынках куры стоят дешевле. Впрочем, Дзюнин мог дать задание с подвохом. Девушка медленно пошла вперед, постоянно озираясь и высматривая свою соперницу. Вон там, где криптометрия у калитки, Катза оставила лошадей. Дом в центре крупнее, остальных, очевидно, управляющего деревней. Чуть отдельно стояла местная кузня. Ее бы девушка ни с чем не перепутала. Сарай за сараем, вы чего угорать? Нет, пошли там, где лошадей оставили. Нам же вроде сказали туда идти. Чёрная утка, чёрная утка, Дзюнин знает, кто таких птиц держит в деревне. Чепуха, значит, чёрная утка это не птица. Тогда что, предмет? Ниндзи не могли побывать во всех домах, тем более глава клана. Где он мог бы её увидеть? Лошадей оставляет в неё случайного человека. Без труда преодолев невысокую изгородь, Мэй попала во двор. Кроме пустой конюшни, там ничего не было. Кицинэп... Прекрасно. Кицинэп откралась к дому, достала нож клинком, подяв ставню, открыла окно. Осторожно ступив на пол, она осмотрелась. Вон утка висит. Этот, свиток надо брать. За стеной разносился чей-то тихий храп. Девушка сделала шаг. Под ногой визгливо скрипнула в досках. Храп затих. Хозяин проснулся. Нужно спрятаться. Стену над корзиной украшала пара сундуков. Мэй сорвала один из них. Пару свитков. Мэй сорвала один из них. Есть! Кинулся обратно к окну. Больно ударившись бедром о раму, вывалилась на улицу, побежала. Превратилась в слезу и прибежала быстрее всех. Помня о предстаряжении, Кацуки Цуны не стала возвращаться в убежище ночью. Дождалась рассвета в окрестностях деревни только тогда. Ужасно замёрзнув, уставший, отправился к Хонгу. Лишь бы Азуми не ждала меня на подходах к пещере. Я слишком устала, чтобы сталкиваться с ней. Она подлая, она может. Вскоре показался склон с замаскированным ходом укрытия. Она досталась за пазухи свернутый рисунок, желая рассмотреть при свете. А там не утка, да? А, нет, рисунок птицы. Утка, да, сельзень какой-то. Чёрная утка. Убирая рисунок обратно, Кицуны покачала головой. Ниндзя, принести обычную птицу было бы слишком просто, да? У двери упражнялся Хонг с деревянным мечом. Заметив Мэй, он помахал рукой. Приветствую, как успехи. Здравствуй. Девушка снова достала и развернула свиток. Это то, что нужно? Отогревшись его от Чонгана, Мэй отправилась спать. Возвращаться в клан не было сил. Обратно двинулись позже. Азуми в пещере не появилась. По словам Синобини, стала их ждать и ушла раньше. То есть, она, типа, пришла ни с чем и ушла, или как мне вот интересно? Как добрались, Хонг проводил Мэй в дом Такао. Помимо колдуна, девушка встретила Чонгана Гадзу. С возвращением она поклонилась. Поздравляю. Кадзу молча кивнул. Признаться-то удивилась. Дело все тихо, никто тебя не увидел. Даже Азуми. Превосходно, Мэй. Он сделал паузу. Выборы сделаны не ранее, повлияли на отношения с Такао. Контракт подготовлен. Как только отдохнешь, подпишешь. Позволь сейчас. Как пожелаешь. Зианин положил на стол плотный лист рисовой бумаги и маленький нож. Палец прижми внизу. Девушка изумилась. Подпись кровью? Во-первых, это традиция. Во-вторых, опытный колдун подтвердит, что кровь твоя, даже спустя много лет. Так проверяют документы, например, при дворах Даймё или на высоких судах. Прочитав короткий текст, Мэй подняла глаза на Такао. Отдам любую вещь, на которую ты укажешь. Именно, любой принадлежащий тебе предмет. Я не собираюсь годами держать тебя здесь, заставляя расплачиваться магией. Ты не пленится. У меня нет ничего столь ценного и, возможно, никогда не появится. А, возможно, наоборот. Верно? Личность перевратника не ясна. Цена за него не может быть однозначной. Мы оба рискуем. Взгляд колдуна был непроницаем. Если не обладаешь ничем особенно ценным, то не о чем жалеть. Правда? Несомненно, он что-то не договаривает. Взяв нож, мой уколол большой палец. Причем, скорее всего, Казу не знает, потому что у него к нам чувства. И, скорее всего, он о Као догадывается или знает даже об этом. И Ви ему ничего не сказал. Вернувшись в дом, к Ченгану Кицына первым делом отправилась мыться. Однако, ни купание, ни долго расчесывание длинных волос не смогли унять волнение от произошедшего. Определилась. Контракт подписан. Роль обозначена. Она смогла. Добилась. Клониндзя взялся за работу. Как теперь будет? Все. Полет стрелы уже не изменить. Угадала ли цель стрелок? Попадет ли? Все стрелы, как бы высоко, они быстро не летели, падают. Мэй тогда напутанные мысли вспомнил детство. Урок, на котором училась, подбрасывая веера. Как один из них упал, угодив ей прямо по бакушке, и все вокруг смеялись. А она потом вместо утреннего сна приокрадовалась в кладовую и тренировалась. Вспоминала госпожу Сумико, застокавшую ее и наказавшую за нарушение порядка. И первый, и второй раз. На третьей наставнице привела ученицу к себе в комнату и стала помогать ей оттачивать сложные движения. Таня в случах восходящего солнца. Цветком раскрывающийся в воздухе веер, точно опускавшийся ей в руку за спиной. Не веер, теперь мне надо научиться... Нет, не веер, теперь мне надо научиться ловить. Девушка произнесла, убеждая себя. Я смогу, больше нет других путей. Китунэ улыбнулась, однако улыбка вышла совсем не такой, как учили Гейши. В ней была ирония и непокорность. Неприятно саднила краешек души. Мэй прошлось по комнате, угол стена и угол опять. Вот он! Вот он! Не хочу сейчас быть одна! Но сто три алмаза! Сейчас? Он все поймет. Не посчитает нелепой, смешной или неправильной. Придур, скажу ему что-нибудь про давние обычаи или легенду о луне, а он догадается, что просто стал одиноко. Как у них там все с намеками, интересно. Она не начала рассуждать, сомневаться, оделась и вышла в безмолвную ясную от снега ночь. С темного неба медленно опускались на землю пушистые снежинки. Девушка спокойно дошла до дома на окраине деревни и постучала в дверь. Кадзу открыл, впуская ее внутрь, улыбнулся и спросив, почему не отдыхаешь, не спится? Вернув ему улыбку, она кивнула. Бывает так после подобного. Проходи. Надо было у Чангана трав, сонно гоняющих взять. Вероятно, я не сильно устала, а вечер не очень поздний. Он скептически хмыкнул, но возвращать не стал. Очага обнаружился точильниками, мисочка с водой, несколько игров, таких же или тех, что Мэй видела, когда Кадзу тренировался на террасе. Ты многим оружием владеешь? Да. Я думала, учится одному, совершенствуйте с ним. Он учится разному, предпочтение отдают одному. Но бывает по-другому. Твой выбор нож, ты с ним всегда. Часто. Он удобный. Синоби повел рукой по кожному поясу, Мэй не заметил, как на ладони мужчины появилась небольшая металлическая звезда с заточенными лезвиями лучей. Кадзу повернул кисть, изящный предмет должен был упасть, но вместо этого остался зажатым между пальцев. Или сюрикен. Красивый. Интересно, возьми. Не парайся. Берись так же, как я держу. Да, правильно. Так, мы что, будем за 103 алмаза учиться пользоваться сюрикенами? Рассмотрев, Мэй вернулась звездочку до движения, и та исчезла из рук Синоби. Понимая, что все время это оружие было принес, девушка качнула головой. Незаметное. Или незаметные. Их несколько? Он усмехнулся. Любопытное. Обыскивать будешь? Конечно. Прости, я... Несколько. Ты ни разу их не доставал. Зачем? Не нож. Они нужны только когда... Тогда, когда должна быть кровь. Ниндзя продолжил затачивать иглы, периодически окуная их зачем-то в воду. Мэй, сидя рядом, засмотрелась на пламя, гадая, как обычно проводят вечера Синоби. Мирный шершавый звук, редкое потрескание огня, уютный полумрак. Ну, пожалуйста, давай. А вот, 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 сейчас, сейчас, что там будет. Мэй потянулась, поправив мягкое одеяло, повернулась на бок, устроившись на другой подушке. Вторая подушка. Кицу надернулась, поднимаясь, открыла глаза. Огляделась. Она была одета и сидела на широко расстеленной постели, отгороженной от комнаты легкой тканью. Пошевелилась девушка, отодвинула ткань. Никого. Лишь тускло светилась щель в стене, указывая на чуть приоткрытую створку двери. Мэй едва не застонала от досады. Ммм, как же так? Заснула, не заметила? В гостях? Как глупо. Ему пришлось со мной возиться. Она приложила руку к колбу. Как теперь извиниться? Коротким перебором глухой стоп подушечек пальцев такой же тихий, и оттого еще более шелестящий голос. Я зайду? Быстро поправив волосы, Мэй отзывалась. Да, конечно. Ниндзя остался у двери, облокотившись о нее плечом. Выспалась? Наверное, спасибо. Мне неловко. Надо было разбудить. Будить, одеваться, вести тебя чонгану по морозу. Легче отнести сюда. Наблюдая, как Мэй подбирали слова, Ниндзя хмыкнул. Еще скажи, что это случайно вышло. От возмущения дыхания Мэй сбилась на вдохе. Она только и могла выдавить из себя. Да. Каза широко улыбнулся. Шучу. Перестань дергаться. Нормально все. Она, конечно, головой улыбнувшись, покосилась на синобе, понимая, что неловкость от ситуации начала пропадать. Сколько я спала? Сейчас середина ночи. А ты почему не спишь? Спокойная констатация. У меня одна постель. Лег бы рядом, проснулась, испугалась бы. Прости, сказал же ерунда. Хочешь, провожу к Чонгану, но разбудим его. Хочешь, здесь оставайся. А ты? Тон изменился. Что я? Каза чуть склонила голову на бок, тени очертили скулу. Мэй сообразилась, что не точно задала вопрос. Хотела узнать про сон, а спросила. Девушка стояла посреди комнаты, думая, что сказать, как объяснить и нужно ли. Стояла посреди его комнаты, его спальни. С ним я, не я или настоящая. Боясь слишком резко нарушить опустившуюся тишину, Мэй еле слышно произнесла. Чего хочешь ты? Казу приблизился, не дотронулся, лишь посмотрел в глаза. Хочу, чтобы ты не боялась. Но я боюсь. Себя, его, боюсь. Все испорчу и повторится, как Фокия. Боюсь остаться, но еще больше боюсь уйти. Она поступила так же, как поступала почти всегда, когда было страшно. Сделала шаг вперед. Шаг к нему. Девушка взяла мужчину за руку, замерев на мгновение, провела пальцами, гладя жесткую ладонь. Казу поцелуем поймал верхнюю, потом нижнюю губу. Коснулся кончиком языка, размыкая их, проникая глубже, нежно, медленно, настойчиво. Он изучал ее каждый раз все легче, одурманивая, лишая равновесия. Она прижалась к нему, не пытаясь сопротивляться будоражащему чувству, постепенно охватывающему ее. Рассудок отказался воспринимать что-либо, кроме ощущений. Его кожа под ее пальцами, ее язык, его рот, его рука, скользящая по ее талии, немного ниже. Сквозь затуманенные ласками сознания прорвалась мысль. Если он сейчас остановится, и сразу за ней резкое, отрезляющее. А если нет, мы в спальне, и я ничего не смогу сделать? Мэй отстранилась. Казу не стала удерживать, отпустил. Обхватив себя за плечи, девушка отвернулась. Было горько, и почему-то стыдно. Сдаясь на себя, Мэй проговорила. Я Китсунея, со мной всегда это может случиться. Обращусь, а ты будешь подбирать фразы, как утешить. Не хочу, не хочу жалости. Голоси Ноби был мягким, спокойным. Гордая, ты не превратишься. Она обернулась. Откуда ты знаешь? Знаю, ты идешь за мной, не спрашивай куда, ты мне доверяешь, а я тебе. Ниндзя развязал пояс, сняв вместе с ножнами, положив его на пол. Появившись из рукавов Сюрикена отправили следом. Мэй наблюдала, как он неспешно распускает кожаные ремешки на руках. Потом, связав их в один, формирует сложную, несколько слоев петли, продевая в нее ладони. Кадзу произнес все тем же тоном. Подойди. Возьми здесь. Мэй не понимает, что происходит делать за концы ремешков. Потяни вбок. Запясть и мужчина притянулись друг к другу. Нужно будет время, чтобы освободить руки самому. Достань нож. Кадзу? Он улыбнулся, повторил. Достань. Она сделала, что он просил, протянула ему, как положено, держась за клинок. Но Ниндзя развернул рукоять, вкладывая ее, Мэй, в ладонь. Сжал, поднося острие к своему горлу. Опустил связанные руки. Не бойся меня, Мэй. Покажи, чего ты хочешь. Вот что делает. Блин, это история со мной. Это ужас. Просто часть тела показали. Он потянулся вновь, губами касаясь ее губ. Не сдерживаясь, опять разжигая желание. Кадзу сделал шаг, она отступила назад. Еще шаг, еще один. Не разрывая поцелуя, синоби и кицаны опустились на постель. Мужчина лег, положив связанные руки выше на подушку. Девушка отвела нож от его шеи, осторожно поцеловав в то место, где кожа касалась острие. Провела кончиком пальцев по краешку уха, подбородку. Аккуратно отодвинула ткань кимоно, обнажив плечо Кадзу, дотронулась до него губами, потом немного переместилась на живот. Мышцы напряглись. Ее еще неумелый ласканул газ заставил в дыхании сына обезбиться. Он прикрыл глаза. А она поняла. Мне не важно, превращусь или нет, с ним не страшно, даже если это произойдет. Хорошая сталь быстро рассекла кожаный ремешок, освобождая руки Кадзу. Она доверила ему себя. Всю. Позволила сводить с ума. Скользнула, приоткрывая тело одежды. Стал виден некрасивый синяк, пнувши Бенаги, Китсуна хотела прикрыть его, но синоби вовнял ее, шепнув. Красивая, нужная, такая, какая ты есть. И стало все равно. Уверенной ласки Кадзу, Мэй реагировала на каждое его прикосновение. Возбуждение, переходящее в дрожь. Узкие ладони мужчины, нежно приподняли ее грудь, немного сжав. Девушка подалась ему навстречу. Кадзу не торопился, дразнил, затягивая нежность до неистовства, до стона, до срыва. Кадзу, ты че такой горячий? Она хотела его чувствовать всей собой, хотела всего его, до не имеющих пальцев рук. Он приподнял ее бедра, опуская на себя. Девушка выгнулась, откинулась назад. Кадзу придержал, возвращая, прижал к себе, слегка качнув, потом еще раз, чуть сильнее. Движения постепенно стали едины. Агония, слившихся на стене теней. Ночь, наполненная рваным дыханием, жара, сплетенных страстью тел. Ее короткий скрик, его глубокий послуг и снова стон. Его напряжение до предела, ее ласка и опять движение, до обессиливающего изнеможения. Утром Кадзу поднялся Педровым. Она проснулась, когда он поправил на ней одеяло. Мэй заметила на его плечах следы бессонной ночи и проговорила. Напрасно боялась, это совсем не похоже на то, что произошло в Оке. Он поймал ее взгляд серьезно и твердо произнес. Не было у тебя никого до меня. Мэй улыбнулась, прикрыв глаза, чтобы он не заметил дрожь ресниц. Оставаться на долгую указу она не решилась. Ниндзя давить не стал. Ну, что ты уходишь? Ты смотри, какой хороший! Позже Кицына вернулся в дом Чонгана. К ее удивлению, ехидный дед никак не прокомментировал ее отсутствие. Напротив, сделал вид, что ничего не произошло. Попросил об удолжении помочь принести наколотые дрова. Зачем ее еще смущать больше? Тут недалеко два дома. Вон, видишь, навес. Сколько надо принести, дедушка Чонган? Лекарь наморщил и без того морщистый лоб. Раз уж ты не занята, они все все. Кицына оценивающий глянул на солидную поленицу, ты только рукавицы возьми и по паре чурок бери. Их так два дня носить с ведром или корзина быстрее получится. Ниндзя хмуро замахал руками. Еще не хватало, надорвешься. Дедушка Чонган, нет и не спорь. Размышляя о возрасте и появляющейся с ним в причудах, Кицына принялась за работу. 103 алмаза, конечно, это беда, но ничего готова отдать. Все за это. Спустя полтора сезона мы наконец-то побыли с Кадзо вместе. Возможно, покажется вам, что 103 алмаза это дорого. Вообще, Кадзо очень дорогой человек, ну, как бы, дорогой персонаж. Но, в целом, я трачу на него алмазы и даже не жалею. То есть, я получаю ровно те эмоции, которые хочу получить за эти алмазы. Я, возможно, даже готова отдать больше за получение этих эмоций. Если сравнивать, например, с Секретом Небес, там, блин, просто, можно сказать, на отвали все сделала. Просто любая плата алмазов это обязательно какой-нибудь интим жесткий, может, не жесткий, но интим. И, как бы, каких-то душевных вот этих привязанностей нет, не чувствуется. Если брать Дракулу, Историю Любви, то там, в целом, какая-то хрень, по крайней мере, на том месте, где я прохожу, там, я не понимаю вообще, за что мы отдаем эти алмазы. Вроде как бы должна, ну, как бы, то же самое, что и здесь. Мы отдаем алмазы за какую-то привязанность, за какие-то отношения, за какие-то диалоги интересные, и все тому подобное. Но, в целом, почему-то, это не влияет на мое отношение, вот, личное мое отношение к тому или иному персонажу. Здесь же я как-то, я не знаю, как так произошло, может, это настолько грамотно написано или сделано, я не знаю, почему так, но я сразу прониклась в Кадзу, почему-то так случилось. Он сразу мне понравился, так, а у меня тоже был приятен достаточно. И все вот это вот, его теплое отношение к нам, наше отношение к нему, меня настолько будоражит, мне настолько это нравится, это настолько приятно читать и осознавать, что реально я не впустую отдаю эти алмазы, что он так бережно, так ласково относится к этой девушке. Возможно, опять же, это влияет время, в котором все это происходит, что у них немного другие обычаи, что все по-другому. Не знаю, что влияет, но мне это определенно очень нравится. Прошло полтора сезона и у нас только первая постельная сцена. По-моему, «Секретный небес» была в третьей серии, первая сезонная постельная сцена с Мими уже. Где-то там была, не помню, то ли «Я хочешь на тебя», то ли «Где». В пятой серии у нас уже была постельная сцена, я уж не помню даже с кем, что было, если честно. Кстати, там тоже прикольная постельная сцена с Александром. В общем, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, делайте колокольчик серым, чтобы не пропустить новые серии Клуба Романтики. Всем до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok